всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала у нас сегодня плюсовая температура бежит все с крыш то что снегом намело но сегодня с утра тоже был снег он прям хорошенечко так выпал но быстренько растаял потому что плюсовая температура пошла и управляться у нас на улице ветер и тучи такие как дождевые и снеговые но погода скоро у нас восстановится на этой неделе у нас ближе к концу недели получается где-то среда четверг уже будет там плюс 20 за ветер извиняюсь прикрываю микрофон надеюсь сильно шуметь не будет здесь кстати я подставила ветро но оно все равно видите как из-за ветра она это отлетает но все равно уже два ветра набралось и выливали выходили там саша ручей долбил сделал чтобы она вытекала туда в сторону винограда зашла в сарай петухи тут сидят с курями скоро наводить порядок нужно будет снимать тенеты тут ее предостаточно очень много и надо будет уже все белить потому что тут уже все загажено до курточки петухи на улице пойдете гулять я вам покажу он тенет и сколько висит надо собирать но я иногда ее называю паутина когда тенет в общем пока болели здесь порядок никто не наводил потому что у нас как вы уже знаете свалились все взрослые поэтому сейчас мы будем все это приводить в порядок все это мы будем пилить чистить убирать и нам нужно будет купить опилки и все по новой засыпать такой вот у нас тут бит лампа так у меня звезда сидит а там яйцо лежит пошла пошла ходит она тут мы конечно уже видите эту часть разгородили но еще вот эти поддоны не убирали они также продолжают не здесь здесь крупные яйца лежат с пойду их заберу принесла на кухню нашу рассаду это баклажаны и здесь перцы в эти я досаживала стаканчики где не взошло но в этих пока еще тишина то тут немного начинает уже проклевываться на окне вот стояли и от солнца немного тут вот как бы показать отсвечивает видно что солнцем подпалилась листики но его убрать нужно удалить этот листик и сейчас это все сделаю здесь где вот подсохли самые первые листочки знаете что я хочу сделать с рассадой достать из стаканчиков и пересадить в другие стаканчики а сюда посадить еще перцы и еще баклажаны вот так удобно эта штучка но у меня она в наличии только одна перцы здесь вот прям вот такой вот хорошенький стоит как бы мне показать то вот так королиночка там мультики смотрит поэтому немного шум за кадром эти маленькие еще низкорослые такие то которые вот я досаживала это первое вот эти вот вторые и вам сейчас покажу наши томаты которые бычье сердце вот так они их тоже нужно скоро пикировать потому что где-то прям сильно тянутся но это за счет солнца или семена просто неглубоко были посеяны потому что я сюда садила другие томаты они у меня не взошли и я потом землю добавила все перемешала и по новой посеяла так что возможно здесь что-то будет в перемешку ну невозможно скорее всего так оно и есть я думаю что вот эти вот самые которые высокие это вот те семена которые взошли тут упали надо тоже все это удалить убрать слишком густо насадила но ничего пропикирую их поглубже стаканчики посажу рассажу и которые самые такие будут мощные сильные они приживутся заехали саши в магазин вчера покупали 6479 сахар достаточно и здесь вот сорвало крышу и здесь вот сорвало крышу вот все валяется все попадала жестокому все разнесло вот так это выглядит сейчас вот ну во многих местах конечно на крыше там вообще половина все зверну пол крыши точно снесло если не больше да поехали мы сашей в кавказскую саши нужно заправиться газом и мне заскочить фикс прайс солнышко тепло бы даже печку пушили на солнце еще машина постояла мой знак валяется а тут все и не успела я заснять момент мы заехали саши в магнит который находится в кавказской и вот такой вот казан блин и это как же ровно идет за ровно до сверху лопа он запечатано его не посмотреть и сколько он стоит 4 тысячи а там чё сумка холодильник вот это или это просто сумка отсвечивает все так сумка-холодильник нам такую дорогу надо будет покажи с карманами тут сколько стоит сколько стоит тысяча рублей может быть мы ее приобретем сейчас пока она есть в наличии показан оказан попозже попозже подожди надо сейчас посмотреть здесь вот еще противень гриль такое мы еще не встречали а с 30 апреля сейчас не будем сейчас нет сейчас сейчас вы можете купить но на на тысячи тренов влади обратно приедем после завтра отложить мы с утра там приедем саша дима в школу смотри она шампура мы видели вот это удобно на костре когда переворачивать ой саши пришел противень гриль стоит 1000 рублей ну все поехали казан стоит казан чугунный с крышкой сковородой на 9 литров 4000 термосумка 1000 рублей ну здесь сумок мало а это что такое там все что начинается подвозить будут ну что-то да это что душлапки а еще и ручка съемная смотри в масло опустил пожарил газа и достал тоже сковорода гриль чугунная короче все поехали такой картофель 40 рублей за килограмм этот 84 такой 90 и здесь вот 3 килограмма 300 рублей здесь картофель по 73 морковь 56 и 79 мытая а еще есть вот такая морковь для плова взяла немного помидор на салат и огурцов вот эти вот по 135 коротенькие эти помидоры 240 и 260 и капуста капуста молодая белгочаная по 115 за килограмм а такая 97 ну овощи все есть фрукты и овощи свекла была недавно по 49 сейчас 62 покажу вам небольшую нашу покупочку в общем и саше заехали в два магнита а он посмотрел рецепт и хочет сделать крылышки в общем с медом а потом туда добавляется чеснок соевый соус это все идет в маринаде я потом снимать буду много чеснока соевый соус вот мы его купили и мед и мёда паприка да еще она будет карамелизовать ну вот хочу ни разу не делал говорят все так вкуснее сочность такая будет но я потом поснимаю вот еще взяла килограмм сахару чай крыло мы взяли под ложку голень увидела пакеты для льда 29 рублей стоил в магните я взяла огурцы помидоры я вам уже показывал сашу чеснок взял для мяса лимон для домашнего майонеза это для посуды яйцо 219 штук у нас куры несутся но по 4 по 5 яиц поэтому ну на нашу семью это очень маловато иногда по 12 потом сыр кусочек взяли сухой завтрак растительное масло 97 рублей и попить взяли квас ну по 97 не было прошлый раз было по 113 а это вдруг мы брали золотую семечку с ручкой такая за 2 нету нету в наличии сейчас ее деткам сок печенье колбаску сыр это для бутербродов для горячих вот батон тоже взяла и хлеб мы берем такой хлеб он был раньше по 16 сейчас по 18 рублей для собак а еще там туалетная бумага картофель и молоко но я не доставала ну что дима помогай маме все разбирать давай сейчас яйцо будем открывать холодильник убирать папе мясо отдадим он мыть его будет и на шашлык ладно давай саша помыл мясо пока мы с димой убирали продукты в общем горе не крыло саша решил все вместе мариновать с юлей чистят тот чеснок а я приготовила уже саше паприку ну соус так и стоял на столе и мед что еще нужно подать все а соль не надо своего слушаю если чужой ну ладно тогда будем первый раз пробовать по такому рецепту чеснока много и мне предстоит его сейчас на рубить нарезать накрошить сейчас саша все подготовит а я пока все разобрала хочу показать чем мы занимаемся в комнате у детей мы уже покушали ребятишки достали свой ну это димин вообще спортивная сумка с его и твой да а со своими всеми снаряжениями которые он занимался по кикбоксингу сейчас дочка пойдем отчет решил полностью одеть показать он соскучился уже по всем этим на коленнике мы такие чё смеешься это защита паха сынок да на защиту кого но день дим аккуратнее сейчас ярослав хохотать будет это вообще-то под шорт одевается сынок защита паха когда дима помнишь выступал на соревнованиях да да это на руку а зачем ты размотал это же долго ты будешь наматывать диме мы все покупали абсолютно новое в магазине в городе чемпион находится он на цирке ярослав не надо так делать у димы есть скакалка которая считает сколько он пропрыгал также есть у него еще капа у него их две ну защита зубов да обувь это ну когда они на соревнованиях выходят до обувь такая дима все смеется горит подошвы нету да юлечка поближе покажу она я дедиме сколько раз объясняла говорю она такая есть здесь вот пальцы вставляются здесь держится стопа и вот на соревнованиях он вот так выступал ну попробуем а здесь такого нету да сынок да а тренера помните как зовут сергей сергей а ты вообще только по девчонкам бегал сколько тебя тренер наказывал что вы хотите делать подожди 3 куда надо пинать а я его я его я пошел хочу так нет я еще не сделала Давай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Починай. Раз, два, раз, два. Не забывай, я ещё не сказала. А, забыл уже. Он уже всё позабывал. Теперь. Раз, два, три. Куда? Молодец. Нельзя так бабить, ты чё? Ничего, ничего. Молодец, мужик летёт. Ой, Дима, мне тоже раньше папе руки все отбивали. Мы ещё, помимо, когда он ходил на тренировки, мы ещё и дома занимались. Молодец. Раз, два, раз, два. Юлечка, у нас вообще золото. Давай, давай. Раз, два, раз. Не бойся. Я ещё и покажу. Ай, дай я тебе покажу. Раз, два, раз, два, раз, два. Ярослав, поближе сюда пойдём. Раз, два, оп. Ошибочка. Раз, два, давай. Пошёл, пошёл. Раз, два, раз, два, три. Три, где. Пинок. Ага. Поменяйтесь местами, чтобы Диму было видно. Давай, мужчина. Ой, бабуля, всё закрыла. Я уже хочу скакать. Нет, скакать на улице дома вы не будете. Ну всё, 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 показала, всё. А теперь второй. Дима на шпагат уже, наверное, не сможет сесть, да? Щарик. Давайте посмотрим. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Так я помню, у Димы были синие. Ну, а у тебя красные. У тебя просто в шкафу лежит. Снимаете? А ну что, я смогу? Аккуратно. Может, не надо? Ну, не надо. Как не надо? Баба, если садись-то на верёвочку. А ну-ка, покажи. Ну-ка, покажи. Ну-ка, покажи. На верёвочку у неё ещё далеко дверь. Нет, тебе, видите, мешают, Димочка. Они широкие, толстые, а тебе мешают. Это что такое? Это что такое? Это скакалка, которая считает, доча. У неё там таймер стоит на скакалке такой. Димочка, я могу очень долго долго тренироваться. О, он такой мускулый. Мускулый. Конечно, мускул, вчера это у него. Дайте ещё, дайте вам кое-что покажу. Сейчас, подожди. Ну-ка, Димочка, давай-ка. Растягивают, есть люди, которые растягивают скакалку. И один человек посередине, и вот так. Раз, два, раз, два, раз, два. А тебе по чехольчику, вот так, по чехольчику. Тут места мало. Молодец. Почти. Почти. А раньше хорошо садился и быстро. А верёвочку? На, сынок. Попробуй сделать. Да нет, он не сядет. Это надо постоянно делать растяжку. Я вот сколько я этим занимаюсь? Ну, сажусь. Ну. Ой, у вас на кровати там бардак, да, пацаны? Ага. А что ты хочешь одеть? Попробуй сейчас. Попробуй. Я двою надевал. А ты мне как пальцы не раздевал? Каролиночка, не кричи. Ну ладно, давай будем разбирать всё, обратно упаковывать. А я тоже хочу показать, как я бабе могу. Ну, ай да, покажу. Ай да. Снимите меня шлем. Подожди. Он-то на шлем. Шлем. Шлем, шлем. Это тогда бабе защита. Вот так вот. Подожди. Бабу выбить. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот иди тебе, Димочка. Каролиночка, иди тебе, Димочка оденет. Дима, одень ей перчатки. Вот это. Дима не слышит маму. Занят своими бинтами. Вот это. Я у вас тут уже на шесть лишних минут наснимала. Раз, два, раз. Баба, она хочет этот одеть. Защиту на голову. А я хорошая у бабы. Да. Даже ни разу баба у меня не попала. Еще одна у нас спортсменка. Только синяя. Только синяя. Синий угол, красный угол. Молодец, какая звезда. Давай. Вот так она умеет. Супер-звезда. Супер-звезда. Давай. И сразу. Бабуля, не учи ее так. Папа. Давай. Не хочет она. Мужчина. Все, снял Майет. Раз, два. Не будет. Не будет. Сейчас будем упаковывать все. Молодец. Ну ладно, все, молодцы. Я вас поснимала. Это очень много времени. Вот, правда, что жарко. Жарко в этой, да. Можно я покажу, как они на ней сидятся? Это скоро тебе ягод перейдет. Дима подвозьет. Диме на размер уже больше надо будет покупать. Ну-ка, сейчас я вам покажу. А где это такое? Это что такое? Где-то вот где-то слина. Надо еще вторую нам покажу. Давай. А, это занят. Ну все, 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 все. Молодец. Бабулечку жалеем. Можно вторую здесь посмотреть? Посмотришь. Можно сейчас я вам покажу? Ну показывай. Я тебя же снимаю. Вот так. Можно вот это вот переделать? Валенки, 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 да валенки. Прячет моя маменька на свидание. Я пойду в тирану, я их найду. Оля, у нас тут, видишь, это спортивная секция. Юля, у нас тут тренер гоняет. Осторожно, Ярослав. Королюша. Ну, ладно, все, пошла я на кухню. Все. Всем пока-пока. Пока-пока-пока. Дима, что расскажем? Что у нас сегодня произошло утром? Я маму вчера сказала. Да, надо в школу. Ну, я как... Ну, я как любящий школу. Я маму послушал. Поехал в школу. В школе никого. Там ни одного учителя, там просто кто-то кричал. Все, там В-класс был открыт. В-второй класс. Ну, все. А я откажу, дергаю ручку своего класса. Почему-то не открывается. Ну, и вот. Пошел я обратно, стою до охранника. Жду-жду, приехал охранник. Охранник меня спрашивает. Ну, так ты что здесь мерзишь? Проходи. А там еще за ним два учителя подошли. И спрашивают, ты что, учиться приехал? Я махаю голову, что да. А они говорят, еще два дня выходят. А охранник говорит, вот кто учиться хочет. В общем, как дело... Кто хочет учиться? Как дело было? Мне почему-то 28 число закралось в голову, что сыну надо в школу. И утром мы, ну, как вчера вечером мы все подготовились. Папа увез Дима в школу. Так стыдно было. Мне вообще кошмар. Я вспомнила и сыночку своему рассказала. Говорю, с мамой был такой случай, когда я училась в школе. В то время меняли время час назад, час, ну, вперед. Это в летнее и зимнее время. Ну, многие об этом помнят. И получилось так, что я, ну, как, мама у меня часы не перевела, и я пошла в школу, школа была закрыта. Ой, тоже такое, как бы неприятное ощущение. Ой, Каролина! Неприятное такое ощущение осталось. Осадок. Я говорю, ну что, сынок? Бывает, бывает такое. Давай, заходи. Ну, ты же на меня сильно не обиделся? Нет, вообще не обиделся. Нет, вообще не обиделся. Что ты обиделся, если ребенок в школу хочет? Папа, ты никак не дерешься. Не надо драться. Надо тренироваться. Тренироваться будет. Я садись, я на него. А я вот куда-то. Раз, два, три, поехаешь. Оп-оп. Дима, молодец, защищай. Ярик нацепил защиту. Защищай, защищай. Ну, все, 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 ты по старшему уйдешь. Ну, все, 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 все. Мы потихоньку готовим на стол. Будем мы ужинать. Юлечка у нас тут приготовила такие быстрые бутерброды со шпротами. Майонез с чесноком, у нас круглая картошка. Лук с солью и вот с таким вот рыжиковым маслом мы это любим. Особенно на картошку, когда с луком потом укладываешь. Сало, хлеб. И здесь вот Сашин. Так, Олечка, подержи. Я тут сейчас камеру настрою, чтобы... По соевым соусам пахнет. Там один соевый соус. Ну, да. Чеснок уже покрошила я. Конечно, мы не весь его. Вкусно пахнет? Так, к соевым соусам пахнет. А, как вкусно пахнет. Ой, как вкусно пахнет. Ну, все, Олечка, закрывай, пусть маринуется, стоит. Саша будет первые голени готовить, а потом крыло. Мед добавил. Мед добавил, да. Паприку копченку. Можешь не повторить где-то столовой. Я типа посуду. Что ты будешь? Сейчас я тарелочки поставлю, чай налью. Мама, полюрумить. Давайте будем прощаться в этом ролике. В этом ролике мы будем с вами прощаться. Если кто-то кушает, всем приятного аппетита. И нам тоже. Увидимся мы с вами совсем скоро. Саша у нас тут за кадром веселит. Пошел на улицу. Всем спасибо огромное за поддержку, за все добрые пожелания. За все вам огромное спасибо. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.